Девушки отдыхают Да, Коля, милая, 41 год будете реанимировать мужчинок Вот прям тянет Вы смотрите, бесхарактерный был, запойный был, бандит был Все, уже хватит? Теперь нужен точный выстрел, прямо контрольный Наверное, ваши слова, хороших мужчин разбирают с щенками 41 год трудно найти Хорошими мужьями не рождаются, хороших мужей хорошие жены делают Я вот всех их делала, они у меня все при мне были хорошие Но черного кобеля не отмоешь, да белая Ну и с кобелем неплохо жить, пусть чуть-чуть будет и черный Ну вы такая современная васа железного И две дочери как раз, хозяйственницы Правда, мужа развратника на тот свет не отправили, не отравили Если бы хоть один из них был развратником, я бы его не травила, я бы его прирезала Прямо на месте То есть и рука по меня не дрогнула ни на минуту Молодец! У меня немного имущества и так далее и так далее Но когда девушка приходит и говорит, я вся такая хорошая и так далее, вот возьми меня и так далее А потом оказывается, что она хочет взять только то, что у тебя есть и как бы двигаться дальше Я в том плане, что человек должен подтвердить серьезность своих намерений Ну вот у нас с этим все в порядке, у Аллочки-то Ну я понял, да Например, какая сумма, чтобы подтвердить Нет, ни о какой сумме речь не идет Нет, нет, тут не о сумме речь идет Здесь мит с виду, что вот у него есть однокомнатная квартира, а у тебя есть фазен, да Ну так надо ему тогда подтверждать еще пять однокомнатных покупок А давайте посмотрим, правильно делает, Коль? Да правильно, правильно Вообще супер А вот эти жилы куда пойдут? Ну, это жилы, это как бы Колбасу Нет, не колбасу, это как бы мясная обрезь такая Ну и что из нее можно? Суку продают что-то, ну вот выбрасывают, продают у нас ее по 49 рублей Девчонки, вам дяде Коля понравился? Ну, как человек он нам понравился, но как муж для нашей мамы нет 90% одиноких женщин мечтают о таком, как Николай, они просто его не встречают Но для этого нужно прожить другую жизнь, Белла Вы такого, как Николай, не заслужили Он правда кажется вот такой тетехой, но на самом деле он просто сдержанный, воспитанный человек Алле нравятся такие, как вы А за что в вашей семье отвечает женщина? Вот в какие дела вы не лезете просто? Я? Да Например, в готовку Например, в уборку Я умею сам прекрасно готовить, ничего страшного То есть она может готовить, убираться, и вы тут не будете влезать? И что она туда положит, мне безразлично, как она это сделает, красиво, некрасиво Что она туда в кастрюлю накидает или в сковородке перемешает Смотрите, вот Алла зарабатывает очень хорошо, Алла очень состоятельная женщина А вас не будет унижать, что вот она, это ее дом, а не ваш? Будете, может, претендовать, все-таки старостные закорания Вы знаете, честно говоря, я об этом не думаю Вы же не в Батраках у нее будете Ну да, у нас было принято, что обычно невеста в дом жениха заходит, а не жених к невесте Ну а у вас есть где жить, куда привезти такую невесту? Да, в Мордовии Вот так вот По-моему, мужчина, о котором вы мечтали Жесткий, все будет по его, настоящий мужчина Начнем с того, что командир В чем он жесткий? Чем вам, Андрей, конкретно не нравится? Всем Вам нравится Алла? Характер ее? Алла похожа на мою бывшую Аллу Не боитесь на те же грабли? Не знаю Вам нравятся такие женщины или нет? Мне нравятся такие женщины Виктор, меня как-то резанула фраза Женщина, не обремененная детьми Детьми нельзя быть обремененной Это счастье и радость Вот вам же не в тягость, дочь? Дочь, конечно, не в тягость Я имел в виду несколько другие вещи Допустим, когда начинают бабушек Эсплуатировать их дети А для чего бабушке нужны еще? Да, для прогулок с внучатами А для чего они еще нужны? Наталья, сколько вам лет? 24 Вы живете отдельно от отца? Да, я живу отдельно Но мы живем недалеко друг от друга Поэтому мы часто живем Да, какую вы видите женщину рядом с отцом? В первую очередь она должна быть ему другом Они должны иметь общий интерес Она должна быть активной Иметь какую-то активную позицию Да, может быть, тяжело в этом возрасте В каком в этом возрасте? Ему нужна женщина до 50 лет? То есть женщина младше розы? Ну, я понимаю, что просто многие, кого я знаю Они уже любят сидеть дома, смотреть телевизор То есть такой вариант мы, в принципе, не рассматриваем Есть и 20-летние любят сидеть дома и смотреть телевизор Это очень грустно Вам нравится Виктор? Да Если вы выйдете замуж официально с Виктором Будете врачный контракт составлять? Думаю, что да Потому что я так понимаю, что вы работаете Вы бизнес-леди И у вас доходы несравнимы с пенсией Виктора Ну да, у меня же еще и пенсии тоже Да, согласны с таким положением? Ну, возможно Рано или поздно такие могут быть трения То есть вам женщину, у которой больше денег, чем у вас, не нужна? Ну, как-то не очень, да Мне бы хотелось спросить, насколько хорошо вы разбираетесь в автомобиле Вот если открываем капот Да Что мы видим? Воздушный рейтинг Замечательно Что это? Масляный фельдинг Супер Тогда что у нас это? Ой, это от мясорубки нож Вот видите, вы разбираетесь не только в этом Правда? Пятная барышня, да Я даже удивлял Сюрприз дурацкий Сюрприз дурацкий Сюрприз прямо минус вообще Ну, по всем минусам Для чего эти нужны были железы? Ну, там с подвохом был сюрприз Лариса там под этот нож от мясорубки Да, она оригинальничает просто У вас глаза загорелись на блондинку? Блин, сколько вам лет? Да, загорелись Сколько вам лет? 49 49 Елене 44 Не смещает у нас так бывает Посмотрите, неженатый брат У нас так бывает, что приходят к одному Уходят с другим Вам нравится? Я не стремлюсь к браку сейчас А кто вас сейчас просит? Уговорю 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 А что здесь такого? Вы никого не украли На самом деле, брат очень импонирует мне Да, Виктор, жизнь конкурентна Вот она такая, понимаете Ничего не поделаешь Но для брата же ничего не жалко? Нет Совершенно Мы в этот мир приходим заново Свои ошибки прошлых жизней исправлять И много раз придется нам задуматься Чем что-то в ком-то поменять Начни себя менять И мир вокруг изменится И настоящий друг по жизни встретится Одна снежинка Еще не снег Еще не снег Одна дождь Еще не дождь Одна снежинка Спасибо, девчонки Это судьба Никогда не знали, где встретиться Вы ничем не провинились перед Виктором Вы никому ничего не должны Мне кажется, женщина, которая надорвалась в отношениях Ничего дороже свободы и не видит И так хочется одной приходить Своя постель Как я говорю, никто ковры не вытаптывает Не мнет подушку Фарфур твой не обкацывает своими зубами вставными А? Зачем замуж? Нет, я просто так, как в данный момент Осталась одна и девочки у меня отдельно живут Не кушно, потому что вам Собачку заведите Да нет Маленькую Я словно угадала Честное слово Я даже не знала Что он будет в этом сервере Это подсмокинг Да Подсмокинг Руки трясутся Да успокойся, ты все хорошо Ну ничего, да Она просто пережила Я тут еще за одну очень важную тему отвечаю Секс Вот вы мне скажите, Андрюшенька А я думала, Лена отвечает за секс Она на себя на программе отвечает А на нашу программе я отвечаю Секс как-то присутствует еще в жизни Он не думает об этом Откуда ты-то знаешь, Лена? Я его знаю Я тот человек, который... Ну эту часть жизни я смею надеяться Ты не знаешь Конечно, я не знаю сексуальной части жизни Андрея Петровича Но он герой пушкинской эпохи Что вы так переживаете? Я Снимите очки Снимите очки Очки А как же я вам больше не вижу? Вы спать его мучите Значит, давайте мы слить сюда Ну что вы, Слава Весной услышан шорох снов Ну пошуршите, Шорик, Господи И шелест новостей и истин Ты из семьи таких основ Бой смысл, как смысл, бескорыстен Деликатно спрашиваю Вам в походе палатка нужна со звукоизоляцией? Или обычная сойдет? Обычная, простая Потому что некоторым нужна со звукоизоляция Глядящиеся волки там разбегутся Я старый солдат Дона Роза Я поняла Я не умею говорить красивых фраз Но при виде вас и ваших глаз Я впал в неистовый экстаз Дон Роза Ощасливьте Будьте моей Сделаем энергетику И вы должны почувствовать тепло моего сердца Почувствовали? Секса 30 лет у вас не было? Ну, я творческий человек. Я понимаю, что можно сублимировать в творчество, например. И верующий я еще, и творческий. Да, знаете, они какие все это. Только дай им и дай, дай им и дай. Да брось ты, уже в этом возрасте что там дай, песок сыпется. Ой, еще как дай. Да, мне такого не надо. Да, шубы нет. Такого не надо. Я теперь представляю вашу первую брачную ночь. Когда вы будете говорить, нет, вот так, дорогая, нельзя лежать. Нужно, чтобы ножки были чуть выше, чем голова. Потому что, как сказал доктор Малышева и так далее, это же вынете спинной мозг. О, боже, боже. Роза, ну когда ты задашь этот вопрос, а секс-то был с голодухи или нет? Давай я его задам. Да, Роза, секс был. Это еще ребенок родился, да. Ребенок родился. Хотя бы раз был. Игорь, если я тебе буду рассказывать, что Джозеф вот такой, как Джозеф...